И наконец-то мы перешли к такому пункту, как причины гипертонии. Итак, отнеситесь к перечислению причин особенно внимательно. С них надо все начинать, а не лечить последствия. Потому что причин не остается, разрушение также будет идти, а дальнейшая жизнь еще усугубляться принятым лекарством. Их-то надо же выводить. Итак, причины гипертонии. Повышение кровяного давления при гипертонической болезни часто зависит от тех или иных причин, которые находятся вне сферы кровеносных сосудов. Существуют различные сложные механизмы расстройства, которых приводят к повышению кровеносного давления. Следовательно, с этих точек зрения, гипертония при этих расстройствах будет лишь средством этих расстройств. Поэтому надо четко понимать, какими именно механизмами вызвано повышение давления и воздействовать именно на них. Без учета этого, как лечение, так и профилактика гипертонии не только бесполезны, но и еще могут навести вред здоровью человека. Итак, мы с вами добрались до причин, вызывающих гипертонию. Изучая гипертонию и делая вскрытие трупов людей, больных гипертонии, медики считали, что она представляет собой лишь ранний клинический симптом доброкачественного, медленно протекающего органического заболевания артериол. Однако практика показала, что на более ранних стадиях у больных гипертонии в течение многих лет никаких склеротических и других аромических изменений суживающих артерий не было. Следовательно, причиной гипертонии являются какие-то функциональные изменения сосудистого тонуса, запомните это, изменения сосудистого тонуса, что влияет на сосудистый тонус. Но какие именно механизмы влияют на сосудистый тонус артериол? Как мы знаем, стенка артериолы, как и вены, состоит из трех слоев внутреннего, среднего и наружного. В среднем слое находится тонический мышечный волок, на котором подходят нервы, управляющие сжатием, сужением сосудов и расслаблением, расширением сосудов. Там же находятся и кровеносные сосуды, которые питают мышцы и нервы стенки сосуда. К тому же нам известно, что в основе гипертонической болезни лежит тоническое сужение артериол, которое создаётся вследствие изменённой установки вазомоторного нервного аппарата. Вот такая сложная формулировка. Теперь нам остаётся ответить, что вызывает изменение установки этого нервного аппарата. Так как сосудистая реакция носит общий, или по крайней мере распространённый характер, то её называют механизмом, расположенным в центральной нервной системе. А это значит, что согласно физиологическому учению Ивана Павлова, раздражение поступает из внешней среды через первую и вторую сигнальную систему. И этим раздражением является, я выделил, жирным шрифтом психоэмоциональное возбуждение, которое в высших отделах головного мозга создаёт застойные очаги возбуждения. И именно это приводит к изменению установки вазомоторного нервного аппарата, чрезмерно сильному и длительному спазму кровеносных сосудов, поднимающих артериальное давление. Вот она, собака, которую мы отрыли. Вот она, в конце концов, вот она главная причина. Помимо того, что где-то что-то вдалилось, где-то что-то заболело. Это где-то 90%, если не больше, причин гипертонии. Таким образом, гипертония есть результат невроза, понимаете? И многочисленная клиника, физиологические и экспериментальные данные подтверждают эту теорию. И чем больше человек склонен неадекватно, то есть более сильно, более длительно отвечать на различные внешние раздражения с сильным эмоциональным возбуждением, тем больше и длительнее он посылает нервные импульсы на сжатие сосудистой стенки, что приводит к подъюму артериального давления. Наиболее сильными раздражениями являются идеи, которые действуют через вторую сигнальную систему словесные речевые раздражения. Человека оскорбили, обозвали, обошли как-то и так далее, и так далее. И все. Поэтому примерно 78% больных в стране стадии гипертонии находят в состоянии хронического эмоционального стресса. Понимаете? А что нам делать в состоянии хронического эмоционального стресса? Но в данный момент это постоянный рост цен, рост тарифов. Все они не оправдано. Естественно, отставание заработной платы. Уже одно это эмоциональное, вернее, вот такое вот информационное воздействие. Ответ эмоциональным стрессам на внешнее раздражение, например, неприятие той или иной жизненной ситуации, в семье, на работе, переживания, заботы и прочее, ведет еще и к выбросу гормонов, повышающих артериальное давление. Адреналин повышает кровяное давление, главным образом усиливая сердечную систему и учащая пульс. Норадреналин, гормоны гипертонии, повышает кровяное давление, суживая мелкие сосуды на периферии. И при гипертонических кризисах в крови обнаружится повышенное количество адреналовых веществ. В итоге получается все, что ведет к эмоциональному сливу, явному и не скрытому способствованию развитию и восстановлению гипертонии. И неудивительно, что гипертония стала одним из наиболее распространенных заболеваний, особенно среди женщин. Из пяти заболевших четыре женщины. Само существование современного человека в нашем, быстро меняющем мире, это уже стресс. Поэтому она вначале имела широкое распространение во всех высокоразвитых европейских странах, и особенно в США. Вот они, плоды цивилизации. А теперь докатилась и до нас. Кстати, там, где люди живут размеренной жизнью, например, в сельской местности, гипертония встречается реже. А среди диких племен, я думаю, ее вообще особо не бывает. Важно подчеркнуть, что провоцирует человека. Важно подчеркнуть, что провоцирует человека на эмоциональный стрим и его последующее поддержание. Не только сама профессия, а условия организации. Взятие крудитов сейчас все будут отдавать. Посмотрим после Нового года. То есть, новая сейчас будет прокатиться, так сказать, пандемия гипертонии по всей стране. Потому что кредит этого нечем. Отсюда гипертония чаще встречается у рабочих и служащих, работа которых сопряжена с резкими нервно-психическими перенапряжениями. Развитие гипертонии в значительной мере способствует сверхурочной работе, особенно если она связана с нервно-психическим перенапряжением и истощением. А также ночной труд в течение длительного времени. Никаких не должно быть ночных смен. 21 век, а рабочих загоняют в эти смены. Вы что? Где гуманность? Где гуманность? Где разумность? Нету этой негуманности. Нету разумности. У нас не общество, а какое-то я не знаю. Способствующим гипертонии фактором являются старые эмоциональные травмы, длительные эмоциональные переживания, аффекты отрицательного порядка и так далее. То есть то, что еще у нас в детстве было. Условия питания непосредственно не играют роль в происхождении гипертонии. Тем не менее, нарушения питания могут в известных условиях способствовать ее развитию. Наступление климактерического периода у женщин повышает алис заболеет гипертонией. Но это не означает, что женщина должна обязательно заболеть. Гипертония развивается лишь при ненормально протекающем климаксе, при котором имеется тяжелое явление общего невроза, затяжного эмоционального срыва.